Приветствую вас и вообще говоря, если вы видите, что человек к вам не планирует сам, но при этом конкретных ссор, проявлений его отношения к вам не было, и вы чувствуете себя в некоторой неопределенности относительно мужчин, и хотите как-то узнать, а что вообще вам, стоит ли ждать от него чего-то, или не стоит от него ничего ждать. То есть вы хотите сами для себя определить, как он к вам относится, то ничего страшного не будет, если вы сделаете ему первый звонок. То есть звонок, как бы инициатива от вас, выступающая. Почему? Потому что звонок, можно представить, как просто человеческое беспокойство о нем, о мужчине. То есть в первую ничему и спросить, о, привет, давно тебя не слышала, подумала, мало ли, вдруг у тебя что-то случилось, вот решила позвонить, консистироваться, как у тебя дела, жив ли ты и здоров. И в принципе, то, что вы сделаете, является обычным проявлением вежливости. Для людей, которые ничего друг к другу не испытывают вообще. Но если мужчина по какой-то причине испытывал трудность бездемства, например, вам позвонить самостоятельно, ну, может быть, робость или неуверенность в себе, такое бывает, то вы почувствуете в его голосе, как он рад вас слышит. Вы увидите, услышите в тоне, в словах, в самой подачи диалога, его стремление, желание общаться с вами. И для вас всегда все будет понятно. Будет понятно, что мужчина хотел по вам позвонить, что он скучал по вам, но что-то не давало ему это сделать. Может быть, какой-то блок. И если это все действительно будет так, то уверен, что данный звонок вам поможет мужчине. Уже следующий звонок сделать вам самостоятельно. То есть он будет знать, что вы его ждете, он будет знать, что вы о нем думаете, что вы беспокоитесь о нем, что он волнует вас, и ему будет проще и легче при наличии соответствующих проблем вам позвонить. Но если вы почувствуете, что ему все равно, если вы ощутите, что особой радости, эмоционального всплеска ваш звонок у него не вызвал, а тем паче мужчина сказал, что ему некогда сейчас с вами разговаривать, он позвонит попозже и не перезвонил, вот это говорит о том, что вы ему не интересны. Вы его не волнуете, и никаких чувств к вам у него нет. В таком случае вам будет ясно, что ничего с этим мужчиной у вас не получится, но вы, по крайней мере, будете это знать. По крайней мере, у вас не будет ложных надежд относительно него. И это позволит вам жить дальше. Это позволит вам не тратить свои усилия, свое время на пустые ожидания, пустые надежды. А это очень важно. И, наконец, следующий момент, момент последний, когда имеет место быть рубки мужчины, когда имеет место быть человек, который, в принципе, недостаточно активный, недостаточно смелый, недостаточно подвижный на какие-то поступки и так далее, и вы знаете об этом, то в этом случае, конечно же, вам нужно в первую очередь застрелить за себя. А вы готовы такого человека, например, защитить за собой постоянно, все время, раз за разом, совершая вот эти вот первые шаги к нему. Если готовы, то звоните ему, и это будет нормальное отношение, потому что он сам этого не сделает. Силу, опять-таки, своей робости, силу своих проблем. Если для вас это неприемлемо, то, соответственно, делать этого не стоит, звонить ему не стоит, а вам самому нужно искать мужчину более активного, более инициативного, то есть того, который все берет в свои руки, собственно говоря. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.